Шиво атофа, готывок, здравствуйте! У нас 21-й урок по Мишли, и мы находимся в 4-й главе, 7-е предложение Мишли. И вот Шламо Амеллах говорит такую фразу. Решит хохма, кана хохма, оба кольки ньянеха канебина. Решит хохма, начаток мудрости хохмы. Он приобрёл хохму, человек, который приобретает начало хохмы, он приобретает хохму. И любыми киньониями он приобретает, всякими киньониями, всякими способами он приобретает бину. Давайте попробуем увидеть, как Мальбим объясняет этот фасок, потому что Агро его объясняет как бы немножечко иначе. Решит хохма, кана хохма. Мальбим говорит, что мы уже неоднократно объясняли, что хохма, у неё нету начала. Вы и судотше, а лэгам нозду. И нету основ, на котором она основана. На самом деле, с этим фасоком у меня есть большая проблема. Я не очень понимаю, как мне правильно его преподавать. Вэйна домэ и неподобно бине. Хохма неподобно бине. Почему? Потому что у бины есть начало. Начало бины – это хохма. Хохма рождается из бины. А хохма, бина рождается из хохмы, я оговорился, извините. А хохма, у неё нету начала и нету основы. Так учит Мальбим. Извините. То есть, как рождается бина. По поводу из хохмы или науки, которую ты уже приобрёл и уже сделал киньян. Человек раздумывает над ней и выводит вещи и уподавливает одно другому. Поэтому решит начало хохмы, бины, её начало бины. Она находится вне бины. Она находится отдельно, отделено. Но хохма, мудрость, у неё нету начала самостоятельного. Потому что начало хохмы и гадхалатейга, и её гадхала, она сама хохма. Она сама в себе. Так учит Мальбим. Рационаламар имеется в виду, законы хохмы, которые приняты от Всевышнего, это и сот хохмы, это и есть основы хохмы. И нету какой-то вещи, кроме неё. Та мудрость, которую я принял от Всевышнего, это и есть хохма. Нету ничего, что было раньше. И это то, что сказано. Решит хохма, это и есть киньон хохмы. Начало хохмы, это и есть приобретение хохмы. Но решит бины, это не сама бина. Это другие киньоним, другие приобретения, которые человек покупает своей душой. Мидиот шель хохма, от едиот хохмы, от знаний хохмы. Или от любых других вещей, мада и так далее. Что эти киньоним, о которых мы говорим, эти приобретения, о которых мы говорим, они находятся в душе у человека, и он понимает их, и выводит их вещь из вещей. И тем самым приобретает понятие бины. И это написано, что про бину сказано, бы коль киньоны и хохмы бина. Разными, разнообразными киньонами, всеми киньонами можно купить бина. Например, человек, который Миша ешло от халатеса до гандаса. Человек, у которого есть начальные знания, не начальные, а именно хохма. Знания гандасы, инженерства. Или хохма от природы. Биология, наверное, имеется в виду, или физика, я не знаю. Он понимает и выводит из неё бину, выводит из неё какие-то новые данные. И также любой киньон, любое приобретение, как любое мэдо, любое знание, которое у него есть, которое он собирает у себя и понимает, и из него делает выводы. Это называется киньон-бина. Так объясняет Мальби. Здесь есть некоторая трудность. Прочитаем вначале, как объясняет это Гагро, а потом попытаемся с вами объясниться. Решит хохма канэ хохма. Начало хохма покупает хохма. То есть, тхила, кшатаба лильмот, когда ты приходишь учить, тире тхила ликно тхохма ба тилма дербе. Ты должен дэрих учёбы построить таким образом, что ты изначально должен приобрести хохму и учиться очень много, как сказано. Всегда человек должен учить Тора, это сказано в Геморе Брохас, а только после этого и Гаге делать редакцию того, что выучил. То есть, сначала набирай информацию, заучивай, зазубривай, получи какую-то информацию, какое-то количество килобайтов, которые будут, или мегабайтов, кто что может, и некоторые микро. Которые будут находиться у тебя в голове, на уровне хохмы. А только после этого, после того, как этот киньян произведён, займись тем, что ты занимаешься гагаой, исправлением, редакцией и так далее. Быколь кинэнеха, канэбина, любым киньяном приобретим. После этого, когда ты уже много учился, только тогда, то, что ты уже приобрёл, тогда купи себе хавера, приобрети себе товарища, чтобы понять, давар методов, давар из того, что ты канита, чтобы выучить из того, что ты уже приобрёл. Это здесь Гагро и Мальбин поменялись местами по сравнению с тем, что было в предыдущем уроке. Мальбин объясняет, что у хохмы нету начала, а Гагро объясняет совершенно по-простому, что бина растёт из хохмы, поэтому вначале приобрети хохмы много-много, учись зубри, а потом начинай рассуждать и анализировать. И это было бы очень хорошо и понятно, если бы не следующее предложение. Следующее предложение уже начинается более тяжёлое. Он говорит, Сылсела... Чего? Секундочку. Да. Замечательно, если учесть, что я открыл совершенно другую главу, то я вижу, что не совпадает. Что? Как у вас переведено? Достигай её. Достигни её. И она возвысит тебя. Она принесёт тебе почётки, если ты примешь её в свои объятия. Теперь Сылсела в этом ММХ. Достигни её. Окей, пусть будет так. И она тебя вознесёт. Говорит... Давайте с Мальбина начнём. Это будет более правильно. Здесь немножко трудное место, и надо с ним помучиться. Сылсела от Ромефа. Вначале ЕЦР были бога шивут хохма. Говорит Мальбин. Что значит достигни её? Вначале нарисуй в своём сердце важность хохмы и её рамамута, и её величину. И в соответствии с этим сама хохма вознесёт её. После этого Тихабдеха дай ему уважение к Тихабкена, потому что она тебя обнимет. Если ты обнимет, это соединиться с тобой. Если ты соединишься с ней в любви с хохмой, чтобы прилепиться к ней и обнять её, то тогда она будет тебе, как эшет хайкеха, как жена, которая тебя обнимает, убагаватис гетамид. И ты будешь с ней находиться в постоянной любви и контакте. И ты достигнешь, что с помощью этого ты достигнешь величия духовного, величия самостоятельного. Теперь объясняю Дагро. Селселава Румамеха, он говорит, это не идёт речь о хохме, речь идёт о бине. То есть достигни её. Как у вас... Достигай. Достигай. Я бы так не сказал. Я бы тоже. Стремись к ней, и ты вознесёшься. Эта речь идёт не о хохме, а о бине, говорит Дагро. И это не просто бина, это нижняя часть бина, твуношебы бина. То есть разумение-разумение. Это анализ анализа, который есть. Когда ты будешь возвращаться и искать, переворачивая тебя в разные стороны постоянно, чтобы понять её до конца, чётко установить какие-то вещи, из которых можно, выводы, которые вытекают из того, что ты получил, то тогда она тебе будет лихобет китихапкена. И это уже возвращается к хохме. Когда ты будешь анализировать ту информацию, которую ты получил, ту хохму, которую ты получил, то тогда она к тебе придёт и обнимет тебя. То есть это речь идёт уже не о твуне, которая в бине, а о твуне, которая в хохме. Есть внутри хохме своя бина, своё разумение, своё понимание хохмы, и внутри бина своё понимание. Это речь о нижней части хохмы, понимании хохмы без выводов из неё. Чтобы человек не оставил эту мудрость от того, чтобы понять до конца, и не оставил её, чтобы забыть то, что ты учил. И это две твуны. То есть две твуны – анализ того, что ты выучил, и анализ того, что выходит из того, что ты выучил, это вот два понятия твуны, о которых идёт речь, и которые вознесут тебя, и которые возвеличат тебя, и приведут к тому, говорит Гагро, что анализируя постоянно, а не просто заучивая, как попугая, это я от себя этого Гагро не сказал, добавляю. В этом случае это приведёт к тому, что тебе Тора останется с тобой и не будет забыто. И Гагро и Мальвим здесь дали простое понимание этого понятия. Проблема заключается в том, что есть Гагро, который другим шрифтом написан. Его пересказывает нам Раф Минахим Мендель, и вот здесь вот начинается уже моё незнание, как себя вести в этой ситуации. Прежде всего моё какое-то небольшое предисловие. Когда Шлом Амеллах и Гаон Мивильна, и Мальмин, пользуются словами хохма, твуна, бина и так далее, то бавадай, обавадай, они указывают нам не только на бину человека и хохму человека, но бавадай, что речь идёт о даровании хохмы и бина со стороны Творца, как сказано, бен-анил-э-ави, я сын своему отцу. И поэтому здесь раскрывается сферот, через который Всевышний открывается нам. И здесь возникает вопрос, насколько нам надо углубляться, и я постараюсь это задеть, не углубляясь очень сильно, потому что есть проблемы в вас и во мне для этого, но тем не менее какое-то углубление произведём, чтобы понять Гахиба Майаскина. Говорит Раф Минахим Мендель, ученик Гагро, «Кшетавин зэ», когда ты это поймёшь, а то, о чём мы говорим, хохма и бина, о которой идёт сейчас речь, «тавин содга твуна», то ты поймёшь тайно того, что имеется в виду в Каболе, когда объясняется твуна, что это «сод саарот шель заэранпин», что это тайно понимание, что такое волосы заэранпин. Зайранпин – это один из парцувим, через которые Всевышний парцув, то, что Рамхаль называет «ханагаду мишпат», управление миром через атрибут «мишпат» суда, и ты поймёшь, что такое волосы, которые существуют, которые описаны в нескольких местах, в Сифридес-Ньюса, в Писхэш-Ари, во многих местах написано, что такое саарот, который есть у зэранпин, поэтому теперь ты можешь понять, говорит Раф Минахим Мендель, почему? В Шламамелаху это бил слово «салсела». «Салсена» – это спутанные волосы, кудри, дословный перевод. Здесь перевели словом «достигнешь», если ты достигнешь. Другими словами, Раф Минахим Мендель, ты поймёшь, говорит, что такое спутанные волосы в парцуве заэранпин, что такое запутанность «анагад мишпат». Что такое волосы, мне придётся чуть позже объяснить. «Милошол мисальсельба сааро» – это фраза «ли сальсельба сааро» – путать волосы. Так объясняет Раша в Мишле. Раша в этом месте Мишле объясняет, что такое салсела – это запутанные волосы. И ты поймёшь, что что означает «логава яуда рабонан мальсел сала». Есть Гемора в трактате «Могила». Гемора, когда… Гемора приводит несколько слов непонятного перевода, и говорят, не знали, Рабонан, как это перевести, пока им не перевела служанка Рабьевуда Анаси. Она была грамотная женщина, она пользовалась жаргоном, и на этом жаргоне она переводила Рабонан, что это значит. Гемора говорит, что Рабоны не знали, что такое салсела, пока им не сказали, пока им служанка не сказала запутанные волосы. Азов сейчас, Гемора сейчас не важна. И это соответствует 50 шарей бина, 50 уровням бины, 50 воротам бины, познания, которые существуют. «Ваеда, и мы знаем, что из этих шаурим и гулим выходят диню». Окей, я должен остановиться, потому что дальше читать невозможно, и попытаться немножко объяснить. Слово «саар» на иврите – «волос», происходит от слова «шаар» – «ворота», и от слова «шуур» – «размер». «саарот» в Каболе называется сокращение света Творца из разных атрибутов, которые я сейчас не буду обсуждать, естественно, которое делается такое сокращение, чтобы более низкие сферы могли его принять. Потому что бесконечный свет энцов-борогу принять невозможно, растворяет в себе всё, и когда его невозможно принять, то не о чем говорить. Поэтому для того, чтобы этот свет как-то мог быть воспринимаем, Всевышний сократил его, измерил, для них сделал «нун шаарей бина». Я специально говорю на иврите, чтобы вы услышали игру слов. «Нун шаарей бина» – это 50 ворот или шаурим, шаурей – это размеров бины, для того, чтобы сократить на таком уровне, чтобы эта бина могла быть как-то воспринята в результате нашим миром. Эта бина, эта мудрость Всевышнего могла дойти до нашего мира, поэтому она должна пройти 50 ворот сокращений или 50 размеров сокращений. Понятно? Становится немножко яснее. Поэтому это сказано селсела, это сказано спутанные волосы, которые существуют, через которые проходит вот это вот сокращение, для того, чтобы мы могли воспринять, да, бину Всевышнего, она должна пройти через эти сокращения. Понятно? Селсулим, что такое селсулим? Кудри. Да. Кудри, селсулим – это кудри. Это восточной музыке. Это я не очень. Трели, которые в музыке, это я не знаю отсюда. Это или нет, это уже вы извините. Мы диалектику учили не по Гегелю. Мы перетим тогда. Так вот, поэтому, из вот этих вот сокращений, о которых мы говорим, для того, чтобы мудрость Всевышнего достигла самых нижних точек, до которых она должна пройти, разные виды мудрости, в данном случае говорится именно про бину. Гаон поэтому сказал, что это говорится про бину, а не про хохму. Хохма проходит другие превращения. Поэтому, для того, чтобы она дошла до самого низа, нужно произвести вот эти селсулим, саарим, волосы и так далее. Дирик Агаф просто в скобках. Это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим. Но мы знаем, что есть разница между мужчиной и женщиной. Мужчина влияет и передает в сокращенном виде то, что он должен передать ниже. Женщина принимает влияние. Поэтому женщина после замужества, её волосы должны быть закрыты. А мужчина, у него, поскольку волосы саар и шар, это одно и то же слово, ворота, волосы шиур, поскольку она не должна сокращать так, как должен сокращать мужчина. У них разные функции в этом мире. Поэтому, поскольку человек по образу и подобию, это вышло в галаху из тех сокращений, которые делает со своим светом творец, для того, чтобы спустить их в наш мир. Поэтому через эти шаарим, через эти ворота, когда спускается мудрость Всевышнего, его свет и сокрытие, то возникает динем, законы, потому что дин, закон, мишпат, строгий суд и так далее, он возникает там, где есть сокращение и сокрытие. Там, где полный хэсет, стопроцентное добро и так далее, там нету места сокрытию. Поэтому через сокрытие, чтобы мы могли воспринять этот свет, приходят законы, мишпатим и так далее. Поэтому хагро приводит раю из посока, из Ишаягу, сулу, сулу, панудери, гириму, михшоль. Сулу, сулу – это от слова мисальсель, вот это спутайтесь, спутайтесь, освободите дорогу, для того, чтобы поднять михшоль, для того, чтобы убрать препятствия. Для того, чтобы осветить дорогу и убрать препятствия, нужно пройти через вот это спутывание, это сокращение светотворца и так далее. Окей. Кавод, кавод, почитание, он находится в хохме, но твуна, шельхохма – это хибук, это соединение. То есть хохма с биной соединяется через вот этот вот хибук, через это соединение, и это написано в шельхошене, в пасуке, где написано «смоло тахатраше» и «трам-тапам», имена тихобэни и так далее. Таким образом, я не хочу больше. Мне кажется, что мы зашли достаточно глубоко. Этот пасук на простом понимании, и Мальби Мегагро объясняет, что этот пасук говорит о том, что воспринимая информацию сверху, я должен обработать её снизу. И обработка идёт на двух уровнях. Первый уровень – обработка самой информации без выводов того, что идёт из этой информации. Это нижняя часть хохмы, и она ведёт к запоминанию, к контакту с этой информацией. И выводы из этой информации, и объяснение этих выводов – это нижняя часть бины, которую должен человек сделать для того, чтобы на этом у него осталось понимание той информации, той торы, которую он получил. И тогда она не будет у него забыта. Теперь давайте посмотрим. Это на простом понимании. На более сложном. Влияние, которое Тору, которое даёт Гошем на уровне хохмы и бины, которое он даёт, он даёт таким образом, что он сокращает её до того состояния, чтобы Микаблим, принимающие, могли её получить. Это сокращение идёт через бину, через атрибут Всевышнего, Миду Всевышнего, которая называется бина. Она неотделима от самого Творца, но она – часть его. И через неё он даёт вот это сокращение, которое к нам приходит через Нун Шаарейбина, через 50 ворот бины, которые сказаны, уподоблены Салсалим кудрявым волосам, о которых здесь ещё речь. И вот она, которая передаётся нам вниз, когда мы её воспринимаем через эти сокращения, мы должны её оставить себе настолько, чтобы не отделиться от неё и чтобы не отделиться Тарати Аль Тазву, Тору не оставьте, о том, о чём мы говорили в прошлый урок, когда говорили о Махлокесе, Шульханору, Гараб и Воложенера, о том, что имеется в виду, что мы должны находиться в ВКонтакте, и Лола Азова да Тойра. Аль Тазвега. Не оставь его. Окей. Я думаю, что достаточно для нашего понимания. Двинемся дальше. Следующий пасук говорит. «Ти тен ларашеха ливият хэн атерет сиферет тима гнеха». Дай для своего, для своего, как она называется, для своей головы, для твоей головы, ливият хэн, то, что, милость, которая тебя провожает, «атерет сиферет тима гнеха». И «атерет» украшение, которое есть на твоей, оно будет щитом тебе. Это я привел сам, теперь я хочу посмотреть, как кто-нибудь другой перевел, потому что она даст на голову твой прекрасный венок, не, я лучше перевел. «Доставите великолепную корону». Не, мне больше нравится, как я перевел. У вас? «Она разложит на твою голову прелестный убор, великолепный венец, ну, мне не нравится это, потому что здесь оба перевода мне не нравятся, потому что последнее слово, которое звучит «тимагнеха», происходит это слово «маген». «Маген» – это щит. И здесь не случайно написано это слово, а не венец. Алмазный венец. Но здесь имеются в виду определенные вещи. Давайте по привычке начнем, секундочку, начнем с Мальбином. Мальбин говорит, секунду, Мальбин говорит, что-нибудь он говорит, надо найти где. Мальбин говорит такую вещь. Титен даст на твою голову. После того, как тебя посредством соединения с хохмой и биной у тебя прибавится любовь и соединение вместе с ними, то прибавится у тебя любовь и хесед, и твое добро, до такого состояния, что Всевышний даст на твою голову левиад хэн. Какую-то милость. Как вы еще раз, как у вас переведена эта милость? Хэн. Прелестный убор. Прекрасный венок у меня написано. Шея хаха. Пусть будет так. Шея тимца хэн бейнейла ким вадам. Этот венок заключается в словах хэн, это милость, которая состоит в том, что дается милость в глазах Всевышнего и человека. Мне не нравится перевод, которым я пользуюсь, но, честно сказать, если бы я не объяснял, а просто переводил, я бы не смог даже так перевести. Потому что здесь каждое слово рассматривается, каждое предложение рассматривает какой-то каламбур, игру слов и так далее, и каждый имеет какой-то смысл, и нету этих слов на русском языке, и если их подобрать, они потеряются тот смысл, о котором мы говорим. Я не знаю, возможно ли она, тяжелейшая она, или это просто невозможно физически делать по той причине, что это всё вот на этих корнях рассмотрен весь смысл. Это сразу несколько значений, которые приходят одновременно. Нету таких слов на русском языке, они не для этого созданы. В русском языке он очень богатый и свой каламбур, но он не для этого. Окей. Так вот, он говорит, что тот хен, тот венец, который перевели здесь на русском языке, который тебе возложит на голову, это милость, которая будет в глазах Всевышнего и человека. То есть, человек, который соединится с мудростью и биной Всевышнего, я сейчас вспомнил по дороге, такой, когда я был ещё молодым, такое было когда-то, нам рассказывали всякие майсес по поводу того, сколько человек времени, как человек, один человек спрашивает Рава, сколько времени я могу, вот я не могу учиться больше, чем 20 минут в день. Что мне надо учить? И тот ему отвечает, надо учить мусар. Если только 20 минут в день, то учи мусар. Потому что, когда ты какое-то время проучишь 20 минут в день мусар, ты поймёшь, что у тебя есть много времени на учёбу Тору. Это как бы так и не так. Но при этом, когда учишь вот такую вот вещь, как мусар Мишли, то весь Мишли, вся книга, что хочет, скажет Шламу Амеллах, что соединившись с мудростью и биной Всевышнего, Творца, и что это возможно, это прилепление, которое к нему ведёт, оно приводит к тому, что у человека возникает совершенно, он становится другим человеком. И когда он становится другим человеком, то написано Рожь – это голова человека. Это здесь имеется в виду кли – инструмент, в котором находится, в сосуд, в котором находятся мозги. И ты найдёшь посредством прилепления к мудрости Творца, двум видам мудрости, о которых мы говорили. Давайте их сокращённо для простоты называть бакиют и июн. Понятно, что имеется в виду много больше, но поскольку мы это уже объяснили, то я не могу всё время пересказывать прошлый урок. Это будет нереально. То поэтому, когда ты соединяться будешь с Хохмой и Биной Торой постоянно, и у тебя родится к ней любовь и сконтакт, который приведёт к объединению с ними, то это придёт тоже к тому, что у тебя появится Сейхель Тох, хороший Сейхель. А после этого появится Атера Тиферат Тимагнеха. То есть, та корона, красивая корона, которая у тебя будет, она будет твоей защитой. Я перевожу всё-таки дословно от слова Маген. Хотя у меня переведено что-то типа венок, я уже не помню что. Великолепная корона. То есть, та корона, которой наденешь, Гамала Леоталь Маалато, которая будет на тебе надета, к знаком твоих Маалот, твоих Маалот, твоих возвышенных качеств, твоего высокого уровня. То есть, эта корона будет надета в качестве Тиферата, красоты, которая будет для красоты из поколения в поколение, что это выше, чем Кавот и Хен. Это будет какая-то твоя защита, которая выше, чем Кавот и Хен. Мальбим на слово защита не уделяет внимания, но Агро, насколько я помню, как я готовился, уделяет. Пишет Гаон Вильна, что на твою голову будет надета левия тхен. Вот это вот милость. Как было объяснено раньше, что тот тахшит, то украшение, которое есть на голове, оно медавар и хат, а тахшит – это маала хен шляд аля адам. Это украшение, это милость, которую человек находит в глазах Всевышнего людей. И хохма и бина, они будут поднимать и составлять вот этот хен. Хохма и бина, которые ты приобретёшь, мудрость Тора и разумение Тора, она приведёт к тому, что поднимется вот эта вот милость, вырастет у тебя эта милость, о которой мы говорим. Поскольку бина соединяется с хохмой, говорит Раф Минахи Мендель, то поэтому она, здесь написано, одна корона, а не две. По идее, должна быть корона бина и корона хохма, но бина входит, она вытекает из хохмы, поэтому здесь названа одна корона. атерет сиферет тибагнеха, но атерет это не маалатхэн, то есть вначале мы говорим о том хэне, о той милости, которую человек приобретёт в глазах Всевышнего людей. Корона, о которой мы говорим, это уже не хэн, это что-то другое, это уже не милость, это что-то новое. Человек, который одевает корону, корона одевает только цари, к дойлим, хотел пошутить, но думаю, что в этом месте лучше более серьёзно быть. И короной украшаются либо цари, либо сыновья его, принцы и его семья. И также эта атера, эта корона является щитом, что любой нормальный человек боится этой короны и боится того, кто её надел. Он боится того, кто одет в малхус, одет в царские одежды. Это негет хохма и бина. Эти три псуки, которые мы закончили, говорят про хохма и бина тор. Здесь у меня есть такая книжечка «Мафтехо Дагро». Мафтех – это как ключ к пониманию. И он добавляет ещё одну накуду, ещё одну деталь. Он говорит, что «Айен в Магилат Эстер». «Айен» – комментарий Гагро на Магилат Эстер. Этот Дагро, он в нескольких местах фигурирует. После того, как евреи во время, когда во время событий Эстер, евреи восстали по приказу Мардеха и Эстер, вооружились и пошли убивать амлекетян, которые вышли с ними на войну, то после того, как они убили энное количество людей, то после этого написано «Мардехай вышел от царя, был вуш в одежде царской, тхэлэд – это материалы, тхэлэд – хур, и атерет загав – золотой короны, гдуловы тахрих, величие и тахрих бутсы, еще какие-то виды одежды, аргаманы и так далее, аир шушан цагалава самеха». Аир шушан веселилась и радовалась. Гаон Мивильна в объяснении, у него есть два комментария, объяснение «Альдерих в шат», он пишет так. «Мардехай и цабы лвуш-малхут», в царской одежде вышел Мардехай. «Лвуш-малхут пируш талит шельмитсва». Царская одежда – это талос, старый талос, дырявый шельмитсва. Как написано в Зогар, «Атифата де Малхуса», талит называется «одежда царя». «Тхэлэд» – это тхэлэд, который в цисит, это синяя нить, которая в цисит. «Хур» – это лаван, который в цисит. То есть, Мардехай вышел от царя, одетый в цисит, в одежде, которая состояла из цисит, в которой были голубые и белые нити. «Атередзаавгдула» – это тфелин, который на голове. «Та корона», о которой идет речь, это тфелин, который на голове. «Тахритсбуц» – это арциот, который навязан на тфелин. «Аргаман» – это тфила шельяд, это ручной тфелин. «Тфилядшельроша» – это четыре разных дарги. Все, на этом кончается этот пируш. То есть, Мардехай, Хагро в Магилат-эстер объясняет, что корона, которую ты получаешь, внешний результат этой короны, понятно, что корона – это больше, это тот хен, который мы говорим, но это еще есть маген, который тебя охраняет, это митсва головного тфелина. То есть, то, чем Шлома Меллах говорит, что человек, который прилипляется к хохмебине Всевышнего, Всевышний дает ему вначале хен, а потом защиту в виде короны, это защита в виде короны, это головной тфелин, который мы надеваем, и с помощью этого головного тфелина он является неким магеном, который у нас есть. И сказано в другом месте, что народы мира будут бояться тфелин «Ки Шем Га Шем Некра Алэйха», потому что в нем написано «Шем Га Шем», имя Всевышнего находится на нем, и тфелин – это является какой-то охраной, которая нас охраняет, но понятно, что охрана, о которой идет речь. Я сейчас просто вспомнил, мне кто-то подарил распечатку из интернета смешных звонков Петербургскую синагогу. Один из звонков, там был даже не звонок, а пришел дяденька какой-то, здоровый мужик, каратист, боксер, я не знаю кто, и сказал, что, я тут читал, что мизуза – это то, что охраняет двери. Я пришел к вам в мизузу наниматься, в охрану наниматься. Как мизуза, которая охраняет двери, так же тфелина охраняет тело человека. Но охрана, которой идет речь о ней, безусловно, речь не идет об охране от дяди Васи, который хочет набить Хайму Рабиновичу морду. Охрана, о которой идет речь, это охрана к душе святости, которая входит в человека посредством изучения Торы и соблюдения заповедей. А мы знаем, что это много раз всюду цитируется, что Ецергора, он ангел. Ангел, как бы нехороший ангел, с одной стороны. У него позитивная задача – быть ответственным за свободу выбора. Но, с другой стороны, в связи с этой задачей, его задача – соблазнить Амисраэля, сделать так, чтобы евреи делали Аверот одни за другим. И в его задачи входит прежде всего. Он оставляет народы мира и бросается на народ Израиля, потому что он понимает, что соблазнить еврея значительно выше, чем кого-то другого. Но из народов мира он бросает всех и бросается на Толмедей и Хохоми. Только не поймите, мои слова сейчас как призыв к тому, чтобы не учить Тору, потому что иначе Ецергора будет больше работать. Это так. Я не возвращаюсь от своих слов. Водай, что на Толмедхохома. Ецергора набрасывается больше, чем на Амгарца. На сто процентов это так. Потому что он понимает разницу между Аверой, которую делает Толмедхохом, и Амгарец, значительно больше, чем понимаем мы, хотя даже мы это в состоянии понять. Но, тем не менее, это не означает, что нам нужно меньше учиться. Это означает, что нам нужно больше защищаться от Ецергоры. И вот существует определенная последовательность из трех митсвот, может быть, четырех митсвот, которые помогают защите от Ецергоры. Я помню, много лет назад был такой случай. Кто-то спросил одного раввина, правда ли, что есть такая книга Зогр, где написано, надо сказать, что раввин честно сказал, что я Зогр не читал, мы гимназиев не кончали, но это был очень большой Толмедхохом. Он спросил, правда ли, что в Зогаре написано, что человеку нужно тфелин одевать дома и идти в синагогу уже одетым в тфелин, что Лакатхила это правильно делать. Он ответил, я про Зогр не скажу, но Мишнабрура этот Зогр приводит. Зогр я не открывал, но Мишнабрура от имени Зогр приводит, это Лагалаха, книга, которая уже идет Лагалаха. Почему Зогр тебя волнует больше, чем Мишнабрура? Ответ на этот вопрос очень простой. Когда есть что-то такое мистическое, культовое, непонятное, то это волнует значительно больше и хочется больше наблюдать, чем простую миссу. Это Бавадай неверно, но тем не менее, мы так устроены, это идиотизм, но мы так устроены, поэтому надо знать, что Зогр такой есть, и Гагро в Перушино-Мишне в шестом перике это приведет, мне это надо сейчас, поэтому я забегаю вперед и говорю на эту тему. Но Гагро сам этот Зогр приводит. Зогр, который говорит о том, что когда человек просыпается, есть несколько уровней внутри человека, есть душа, которая находится совсем внутри, есть тело, душа, ее не надо защищать, она как бы, ее нельзя поранить, в нее нельзя внести бгам, изъян, все хитсониум, все мазикин, все силы нечистоты, до души добраться не могут, они могут добраться до тела. Тело защищается несколькими вещами. Первое, заповедь, которая бритмила, которая находится на самом теле, внутри тела, это заповедь как бы внутренности тела, внутренней защиты. Любая заповедь существует Могеном. Здесь нам сказано, что для того, чтобы эта Атара, эта корона знаний Торы, Бина и Хохмы, служила тебе Могеном, тебе нужно сделать так, чтобы эта Хохма и Бина стали тобой, ты находился лотоазвегу, и тогда они тебя защищают. Первое, о чем здесь говорится, это Атара, который Гагро в Могилат-Эстер пишет, что эта Атара – это тфелин. Но до этого Агро написал. Поэтому я процитирую Зохар так, как она есть. Человек, который дома должен надеть талит, после этого надеть тфелин, после этого пройти мимо мизузы, и только тогда прийти на тфелу Веткнест. Так пишет Зохар. Объяснение этому даёт Гаон в другом месте. Объяснение такое, что существует несколько уровней защиты, которые есть. Защищаться надо от того, что называется хитсониус. Хитсониус – это внешние вещи этого мира, которые нападают на человека. Грубо говоря, в проекции на жизнь человека существуют улица и дом. Я не знаю, я не очень понимаю, с кем я разговариваю, когда я даю такие лекции, поскольку я не знаю, кто меня слушает, и это немножко мешает. Люди моего возраста наверняка помнят представление Аркадия Райкина, который был евреем, талантливейшим евреем, не соблюдающим исход, но человеком невероятных способностей, которой была такая передача «Родительское собрание». И он говорил о том, что как надо уберечь детей подросткового возраста от внешнего влияния. И там был один из эпизодов, который играл Райкин, который говорит, мне кается влияние улицы, лично мне так кается. Но вот как уберечь от улицы, когда вокруг одни улицы? Мне кается забор, лично мне так кается. Единственный выход в забор, то есть такой забор, чтобы никакого выхода забор. Это говорил Райкин. И влияние улицы – это вещь, которая… Я сейчас не имею в виду на подростковый возраст. Я имею в виду и на пристарковатый, и на самый молодой, на любой возраст. Хитсонием – то, что находится снаружи. Кахот-тума, который находится снаружи. Наша задача – не впустить их внутрь нас. Для этого есть несколько стен, которые нас защищают. Заборов, которые нас защищают. Первый забор, самый внешний – это мизуза. Мизуза – это то, что охраняет нас от того, что входит внутрь. Есть байт и есть хуцми байт. Есть дом и есть снаружи. То, что находится в доме, оно не должно выходить наружу. В доме занимаются самыми скромными вещами. И этими вещами не надо заниматься на улице по очень понятным причинам. И наоборот. То, что происходит на улице, не должно войти в дом. На самых разных уровнях. То, что происходит бы хуц, нельзя внести бы в ним. Мизуза – это то, что является границей между хуц и к ним. Не случайно имя, которое написано на мизузе с внешней стороны, это имя Шин-Далет-Йод, которое обычно переводится Шамар-Ла-Аламо-Дай, тот, который сказал миру достаточно. Это имя приводится также Шамрей-Дла-Тот-Исраэль, тот, который охраняет двери Израиля. Это имя, означающее понятие ограничения. Всевышний, который ограничил сокрытие лица Творца в этом мире, это сокрытие, граница ограничения, граница сокрытия. Оно обозначается, за неё отвечает это имя Шин-Далет-Шакай, Шин-Далет-Йод. Это то, что решает эти границы, ограничивает сокращения. Поэтому это же имя хранит двери Израиля, которые ограничивают, до какой степени идёт дом и до какой степени, от какой степени начинается хуц. Это то, что не даёт хитсониям войти вапним, соединить внутренность и внешность. Это внешне, первая стенка, которая есть. Вторая стенка, которая есть, это тфилин. Тфилин, который надев... Нет, вторая стенка, которая есть, это, конечно, талит. Талит, который является одеждой. У человека есть квартира, дом. Следующая, внешняя часть, уже ближе к человеку, это одежда, но это ещё не сам человек. И эта одежда левуш, то, во что надевается, то, что его греет на самом простом языке, то, что скрывает его тело от окружающего мира. Понятно, что тело иногда должно быть голое, это правильно, и так нужно делать. Существует мису, положитесь, размножайтесь, и какие-то другие вещи. Но, тем не менее, существует скромность, и эта скромность, эта часть скромности относится и к мужчине, и к женщине, потому что то, что у меня внутри моё тело, оно не должно быть выставлено наружу. Понятно, о чём идёт речь. Это одежда, которая охраняет нас. Это более глубокая, это второй уровень защиты, который есть. И это, прежде всего, талит, который надевает человек. Где есть цицит, которые белые, цицит, которые синие. Синий цицит хелит, от слова тахлит, цель, которые напоминают нам все заповеди Всевышнего. И это второй уровень защиты. Третий, который надевается не на одежду, цицит одевается на одежду. Третий уровень защиты – это та атора, о которой в этом посолке Мишли говорит Гаон, который является магеном. Это головной тфелин, в котором написано «арва паршиот», четыре паршиот, по четырём буквам имени Всевышнего, юткой и вавкой. Каждый из паршиот соответствует какой-то буквы имени Всевышнего. И поэтому они расположены в определённом порядке, строго и так далее. И написано определённым образом. И это тот маген, который у нас существует. И объединение этой аторы-тфелин с тем знанием Торы, с тем контактом между нами, и Биной, и Хохмой, о котором сейчас говорится в этом кусочке Мишли, это является, если изначально первая атора, которая у нас была, первая коронка, венец, это просто хэн, когда человек нравится путём своих знаний Торы, нравится окружающим, то второе – это та защита Талмитхохама от Ецергоры, которая происходит. Поэтому Зоор пишет, что когда человек встаёт, он находится внутри дома, находится даже до одежды. Он должен в первую очередь одеть тфелин и талит, чтобы защищать своё тело двумя видами защиты. Душа его защищает третий, первый, с которым он никогда не расстаётся. Это Бритмила, которая есть у него, которая является стопроцентной защитой. Тарьяк берет Мила, слово Брит, его числовое значение 612. Вместе с Милой это 613. Это 613 заповедей, завет всех заповедей Торы, которые может быть. Плюс к этому, он надевает талит, проходит мимо Мизузы, и только тогда он может нормально принять на себя Криадшма Оль Малхуд Шамаем. И это та защита, о которой идёт речь, которую здесь Гаон объясняет и посылает сам в то, о чём мы только что говорили, что Мардыхай Ецемелев на Ямелах, это выход Мардыхая, который обладал Хохмаебиной, поднялся на уровне Хен Баенея Лаким Ваадам, поскольку он до этого, в общем, спас весь еврейский народ и получил ту Хен в глазах людей, о которых идёт речь, поэтому он объединился, и поэтому Тфелин его и Талитш его имели другое значение, и поэтому они так подробно описаны, как считает Гаон, как объясняет Гаон Магилат Эстер. Понятно. Это дополнение к этому пасуку из Гаона. Теперь попробуем обратиться, на самом деле здесь есть следующий пасук, который не имеет Магилат Эстер. Не знаю, имеет или не имеет такое принципиальное значение, но давайте попробуем. Мне кажется, что он имеет, хотя не уверен 100%. Следующий пасук говорит, очень известный пасук, его принято даже петь, в Гавдоле мы его читаем, очень известный, один из самых известных пасук, Магилат Эстер, «Лыгудим гой сораве симха в сосон века». А евреям была радость, свет и симха сосон века. Речь идёт о том, что Мордыхай вышел, одетый вот в эти вот одежды, после спасения еврейского народа от погибели. Что произошло дальше? Говорит Гаон. Перуш, объяснение, «Исраэль нуждается в постоянном знаке, а Торе, это кроме короны, это ещё и некий знак контакта со Всевышним. Это от Бритмила и от Твилин. Это два знака, которые должны быть всегда. Тора, она является мемуцой, средней. Тора – это то, что связывает Бритмила с Твилин. В связи с тем, о чём мы только что говорили, можно понять, что имеет в виду Гаон. Не читая этой посылки Мишли и Гаона на Мишли, непонятно, о чём идёт речь. Тот маген Твилина, о котором идёт речь, он может быть, работать как магеном, только когда Хохма и Бина, Торы объединены с ним. И Бритмила, она то, что через Тору объединяется с Твилин. В связи с тем, что я только что рассказал из Зохара, этот кусочек, который говорит о том, что существует несколько этапов защиты, несколько уровней защиты. Я думаю, что я не буду это объяснять, но я предполагаю, что все, кто меня слушает, понимают, что количество этих уровней соответствует каким-то другим вещам, я просто не хочу сейчас в них ходить. Не случайно их три или четыре, на самом деле четыре, без Бритмила, и без Бритмила три. Мезуза, Талит и Цицит, каждый из них свой уровень, это три соответствующие, определенным трем видам нападения Ситрохры на человека, и четвертый, Бритмила, это четвертый, который Клипонога, который тоже нападает. Это связанные вещи, но не наша тема немножко, хотя может и наша, это очень трудно понять, где наша, где не наша. Тора, она такая, что она вся соединена вместе. Так вот, Тора, она соединяет между ними. И Шабас, это отдельный знак. И это то, что сказано. Лиудим гойса, ора ве Симха, сказано, ора зу тойра. Ора, это и есть Тора. Симха, это Йомтов, и это Шабас. Сосон, это Бритмила. Йокар, это Тфилин. Таким образом, в следующем послуге Торы указаны все эти вещи, о которых мы сейчас говорим. Ве Тора составляет, объединяет их всех, поэтому, аббревиатура и гематрия Тора и плюс, гематрия слова Тора плюс аббревиатура этих слов, оно составляет все эти слова вместе. Я сейчас не могу, у меня доски нету, чтобы написать. Раньше была, но теперь убрали. Теперь есть Медраж, который описан в одном месте. Это Медраж очень известный, из Гемора Сука. И Гаон написал, что если бы я пришел в этот мир, вильнюсский Гаон написал, только, чтобы понять смысл этого Медража, только одного этого Медража, то я бы считал, что я выполнил все, что от меня требуется в мире. Медраж, который, когда его читаешь, выглядит как нечто среднее между беседой двух детей детского садика или двух посетителей, нет, постояльцев сумасшедшего дома. Но Гаон объясняет это, я, к сожалению, полностью объяснить не могу, поскольку даже те места, которые я читал, пытаясь его понять, все, кто объясняет его, сказали, что они до конца не понимают, что Гаон хочет сказать. Но чуть-чуть прикоснемся к этому. Медраж говорит так, сказал Симха, обращаясь к Сосану. Сосан и Симха, говорит Геморасука, это два еретика, не соблюдающие месвод. Говорит Симха, обращаясь к Сосану, что Сосан, он после Симхи. Ты же видишь, что ты ниже меня, я выше тебя, говорит Симха, обращаясь к Сосану. Гаон сказал, что если бы он понял только это, то этого было бы достаточно. Так вот, Сосан идет после Симхи. Людям говорит Симха в Сосан. Сосан после, поскольку уже хефец беедо, уже вещь внутри, а Сосан он блеф. Симха она внутри, она снаружи, когда что-то получает, а Сосан находится в глубине в сердце. И это то, что говорит Симха. Я выше тебя. Как сказано, Симха вы Сосану и Удим. Сосан отвечает Симхи. А, Надив, нет, я выше тебя, потому что написано Сосан вы Симха и Сигу. Сосан и Симха достигнут евреи когда-то. Шнэгэмэмет, говорит Гаон, оба правда. В это время Галхима Хар Симха в наше время идут за Симхой, чтобы понять его, что у Симха Тхила в начале бывает Симха, а потом Сосан. Но Сосангу хэпит шарацим ласим, Сосан это то, к чему мы стремимся. Но Лаотитлова, но в будущем, и Мерцаяшем, если захочет Всевышний, будет так, что в начале будет Сосан и будут его достигнут, а потом будет Симха. И это Сосан, и Симха, и Лев. Вишнээм Тора. И оба являются Торой. Абсолютно непонятный диалог. Здесь не приведен полностью диалог и так далее. Но, тем не менее, Гагро в другом месте объясняет его. Я буквально коснусь, я не буду объяснять. Что Сосан и Симха это два вида раскрытия Всевышнего Лаотитлаво. И то, и другое переводится на русском как радость. Но существует радость Емот Машеха, и существует радость Алам Аббах. Вопрос, что выше? Время, когда еще есть Авоида, когда еще есть куда идти, или выше то, уже когда достигнута цель, когда полное раскрытие Всевышнего. Это диалог между ними. И в чем состоит спор? В том, что сам Гаон говорил, что когда он умирал, он переживал по поводу своей смерти и говорил, что одна минута этого мира, когда я не делаю ничего, кроме того, что я надел цицит, он держался за цицит и говорил это, дает больше, чем весь Алам Аббах. В Алам Аббах нету движения, я уже нахожусь в статике. В Алам Аббах все. Но при этом раскрытие Творца, награда, конечно, там значительно больше, чем здесь. Поэтому спор между ними это спор, что выше, авоида или награда. Так объясняет Гаон этот комментарий. Здесь он говорит о том, что сосны симха это два знака, которые нам даны. Это кенегет сисит и тфилин, кенегет разных митсвод, которые есть, которые тхелот, это тахлис, то, к чему мы стремимся. А тфилин это уже корона, то, что мы достигаем. И тфилин это как бы киба и холь из Алам Абба, из грядущего мира. Нам дали немножко для того, чтобы у нас был маген, который мы достигаем с помощью бины, хохмы и так далее. Вот. Это такой маленький кусочек. Попробуем пройти еще одно предложение, если у нас хватит на это энергии. И думаю, что это можно попробовать сделать. Предложение номер 10 говорит, «Шмабни, послушай, сын мой, веках амарай вэйрбулях ашнот хаим и возьми мои высказывания, послушай, сын, возьми мои высказывания и увеличатся для тебя дни жизни». Мальбин. Мальбин говорит здесь, если он вообще что-то здесь говорит, он здесь ничего нет говорит. «Шмабни, векамках, послушай и так же возьми». «Возьми», объясняет Мальбин, «это кибель, тикабель, прими». То есть, не просто послушай, а сделай так, чтобы это стало частью тебя. «Мои высказывания, мои амарай, вас ирбулаха шнот хаим кмоша котов, и тогда у тебя увеличатся дни твоей жизни». Шнот хаим это такая непонятная вещь. Что означает увеличение дней жизни? Это всегда немножечко непонятная вещь. Давайте посмотрим Гаона, а потом, если будет время, обсудим. «Послушай, сын мой, ахшав омар шлашав суким бетору митвос». Теперь он переходит к тому, чтобы сказать три пасука, которые говорят про Тору и митвот. И это то, что упомянуто раньше, шмабни, то, что сейчас говорит «послушай, сын мой», это повторение того «послушай, сын мой», которое уже было сказано, что с самого начала нужно услышать то, что тебе говорит твой раф, «выках амарай, и возьми то, что я высказываюсь». После того, как ты послушал, после этого забери. Тебе нужно постоянно возвращаться и учить, находиться в постоянном контакте. И тогда ты возьмёшь то, что я сказал. Как сказано, «ки лэ кихтоф натаси лахэм тарати аль тазву», что я дал вам хорошую покупку и не оставляйте моей Тору. То есть, о чём идёт речь, что такое лэ кихтоф, это киюм митвот, это соблюдение заповедей. То есть, вначале послушай, пойми, о чём идёт речь, и потом усилься в соблюдении митвот, как сказано, «хахам лев и ках митвот». Человек, который мудрым сердцем, он возьмёт в себе заповеди. Мы знаем, что человек, который не учит Тору, он технически не может выполнять митвот, это не означает «хас вышелом», не дай бог, не подумайте, что это означает, что пока я не выучу всей Тору, я не буду соблюдать заповеди. Это Эбретов, Сивл Кэбл, это чушь и ахинея, вода и что это должны идти одновременно, но здесь Гаон говорит, что «шломамэлах говорит мне о том, что для кьюма митвот тебе нужен лима Тора. В эйрбули хашнот хаиме посредством лима Тора прибавится к тебе годы жизни, потому что Тора, они и сказаны, хихаейха в эйрахимейха, она твоя жизнь и продление твоих дней, длинные твои дни». И сказали наши мудрецы, задали такой вопрос, если не, разве бывают годы, которые не дни, не жизни, то есть продлятся годы твоей жизни. Ну, пиши просто продлятся годы. Бывают какие-то годы, когда человек не живёт, Эла, что имеется в виду? Это дни человека, которые будут перевёрнуты от Раа к Това. Бывают дни жизни, это Това, а просто дни, это Раа. То есть, Тора переворачивает их от Раа к Това. И техника этого переворота, во-первых, надо сказать, что вы можете меня спросить, и это будет правильный вопрос. Мы далеко не всегда видим, что человек, который учит Тора, ему так хорошо в жизни. И это часто видно, что он учит, метохи сурим, у него несчастье и так далее. Но здесь надо учесть такую вещь. Когда Акодыш Борову создал этот мир, он создал его не цельным, не законченным, для того, чтобы человек доделывал этот мир. Завершение, доделка этого мира, это и есть то, для чего мы созданы в этом мире. Сколько у меня еще минут? Для того, чтобы человек доделывал этого мира и был компаньоном Всевышнего в этом мире, для этого создан этот мир. Поэтому в этом мире существует махалах, путь доделывания этого мира. Этот путь мог пойти по двум направлениям. Либо два дерева, которые росли в Ганедане, либо Эцда, Тов и Ра, либо Эцхайм. Эцхайм – это Тора, дерево жизни, а Эцда, Тов и Ра – это соединение Ра и Това. В переводе на наш человеческий язык соединение добра и зла – это впускание зла в добро, то есть это Исурим несчастья и так далее. Поэтому в тот момент, когда Адам Ирешон сознательно сделал свой выбор, может быть, он чего-то до конца не понимал, то есть сто процентов что-то до конца не понимал, но понимал много больше, чем мы все вместе взятые, и тем не менее он сделал этот выбор и решил, что он пойдет по пути исправления через Исурим, через несчастье, страдания и так далее, то после того, как это произошло, появилось объединение этих двух путей. Если раньше мы могли выбрать только путь Торы, то сегодня всегда путь Торы соединен с путем Исурим. Есть две возможности закончить Литокен исправления, каких-то вещей, которые замыслил Всевышний в этом мире. Первое исправление это через Тору и Митсвот, Тора и Митсвос это одно и то же, второе исправление через Исурим. Оно происходит по двум путям, нам кажется с вами, что это два пути, на самом деле это путь один, либо страдание в этом мире, либо страдание в гееномчике. Но в любом случае, объединение этих двух Исурим это то, что делает Тикун способом Эдзда Топвера, способом дерева опознания добра и зла, а исправление Торы и Митсвот это исправление Дерих Эсхаем, путем через Эсхаем. Поэтому человек должен сделать, каждый человек должен сделать определенное количество Тикунем, определенное количество своих воздействий на этот мир. Он не может сделать ни больше, ни меньше. Поэтому если он сделал их через Тору, то он избавляется автоматически от Иссурим, потому что он уже их сделал. Если не сделал, то он их будет делать через Иссурим. Поэтому когда мы видим человека, который учит Тору через Иссурим, то это значит, что в нем Всевышний почему-то выбрал, или он сам выбрал, это уже я не знаю. Путь исправления через Тору и Исссурим вместе взятые, и он таким образом исправит все, что ему нужно, избавится от страдания в гейномии и так далее. Может быть, это и был выбор и решение Творца. Я уже не берусь здесь судить, что и как. Но здесь сказано, что Шаним Тавот хорошей жизни, Шаним Хаим дни жизни. Дни жизни это дни, годы, которые человек выбирает Тикуним через Эц Хаим, через дерево жизни, поэтому сказано Хаим. Поэтому Иссурим автоматически уменьшается. Если мы видим, что они все равно есть, это не означает, что их бы не было в другой ситуации. Их много меньше, либо в Гейноме, либо здесь. Но в любом случае он заменяет один вид Тикуним на другой, и это то, что сказано. Шмабни, послушай, сын, возьми, Амарай, то, что я говорю, и тогда и тогда ты сделаешь Тикуним через тот путь, который называется Эц Хаим, и это называется Шно Тхаим от Эц Хаим. И об этом сказано Эц Хаим и Ламакзи Кенба Утмахейха Меуша. Дерево жизни для тех, кто его держит, и тот, кто его поддерживает, он Меуша. На этом мы остановимся. Сегодня спасибо за внимание, и, насколько я себе представляю, две недели не будет урока, потому что я буду за границей, и потом уроки возобновятся. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова